Привет, друзья, с вами Вайми, и сегодня я расскажу вам, в чём суть игры Транзистор. Транзистор — это игра от студии Supergiant Games, до этого они сделали игру Bastion. Достаточно давно, по-моему, в 2011-м, возможно, даже раньше. И игра эта была очень неплохая, это была такая изометрическая экшн-рпг или что-то вроде того. Ну и сейчас они сделали Транзистор, это их вторая игра, её многие ждали. Ну, не все, наверное. Ну и давайте разбираться, это тоже изометрическая такая экшн-рпг, только немножко менее... Нет, я не хотел этого делать. Менее экшн и более рпг, скажем так. Итак, давайте для начала зайдём в настройки. Яркость, громкость музыки, громкость эффектов, громкость голоса, субтитры, вибрация геймпада и фуллскрин. Ничего особенно интересного в плане разрешения, в плане графики и тому подобного нет, только разрешение. Но это в основном 2D игра, так что, наверное, это терпимо. Кроме этого управления, перенастраивается, по умолчанию нормально настроено и всё там подобное. Можно использовать геймпад, можно использовать клавиатуру и мышь. Геймпадом я не пробовал пользоваться, но, скорее всего, с ним всё нормально работает. С клавиатурой и мышью всё тоже нормально работает. Можно играть, в принципе, полностью мышью, насколько я понимаю. Кроме этого, можно создать новый сейв, сбросить прогресс. И можно сменить язык прямо из игры. Английский, русский, немецкий, испанский, французский, итальянский, польский и португальский. В общем, языков хватает. Перевод по большей части нормальный. Я замещал пару моментов, когда он немножко кривым был в плане... Даже не знаю, как это объяснить. Не в плане ошибок перевода, а в плане того, как предложение построено, скажем так. Но более-менее адекватный, вроде бы. Перевод только текстовый. И, собственно, больше в настройках ничего интересного нет. Сведения — это что? Сведения — это разработчики и прочая подобная фигня. Окей. И, по сути, у игры даже нет главного меню, что довольно странно. То есть, когда вы заходите в игру, она вас сразу кидает в последний сейв. Что немножко странно. Но зато даже название на русском написано. Весело. Итак, что оно из себя представляет? Оно из себя представляет экшен-РПГ или что-то подобное. В общем, у меня есть персонаж, Рэд. У нее есть какие-то атаки. Четыре таких атаки-обилки, которые делают разные вещи. И я им могу пользоваться. И, по сути, я просто двигаюсь с помощью WSD. Я могу также левым кликом двигаться. Правым кликом я применяю выбранную обилку. Я не хотел этого делать. Я вот кликаю постоянно на эту точку доступа, и у меня открывается менюшка из нее. В общем, правым кликом я атакую, и мышью я выбираю, куда атаковать. Один, два, три, четыре меняет скилл. Могу я его мышью менять. И, собственно, с остальным мы будем попозже немножко разбираться в плане боя и того, как оно работает, и более глубокую механику рассмотрим. А пока что я хочу показать вот эту вот точку доступа и то, как здесь реализованы вообще вот эти вот скиллы и как оно все работает. Итак, здесь я могу сменить себе эти мои четыре обилки. И причем я могу их не просто сменить. Вот это у меня, кстати, не очень удобно сделано. Хотя я могу, конечно, стрелками это менять, переключать вот здесь вот эти кнопки, но это все равно не очень удобно. Возможно, на геймпаде это удобнее. В общем, у меня есть какое-то количество вот этих вот функций обилок. И я могу их по-разному использовать. То есть вот это вот, нет, не это, а вот это вот моя стандартная атака. Я могу ее поставить на единичку, установить, назад, назад. Да, у меня неиспользуемые функции подтвердить. Теперь у меня есть только одна атака, и она такая вот. Что я могу еще сделать? Я могу, естественно, четыре разных их поставить, потому что у меня четыре кнопки. Дальше я могу взять, например, вот это. И вместо того, чтобы поставить ее на вторую кнопку, я могу ее поставить как улучшение к моей первой атаке. И в этом случае оно будет носить больше урона и будет взрываться. То есть я могу таким образом их скомбинировать. И теперь у меня эта моя атака взрывается. Вместо того, чтобы просто лететь вперед и дамажить. Я могу вместо этого еще что-то поставить. То есть я могу не взрыв туда поставить, а там, допустим, вот эту вот атаку туда поставить. Она, по-моему, больше урона и больше дальность просто прибавит. При этом все эти обилки я могу, естественно, использовать и просто так. Я могу этот же самый взрыв поставить в виде отдельной обилки. И это, на самом деле, не просто взрыв. Это спаун таких фиговин, которые взрываются от атаки и наносят урон. И, кроме этого, я могу все это повесить также на пассивную. Пассивный бонус от этого получать. То есть если я вот это вот сюда поставлю, то я буду получать дополнительную энергию планирования. Это я потом объясню, что значит. Если я поставлю туда, например, свою первую обилку в пассивку, то она просто увеличит мою сопротивляемость урону и даст мне иммун к замедлению и оглушению. И, в общем-то, у меня пока что всего 8 этих обилок. Их будет больше, я уверен, потому что просто селотов для них больше. И потом откроется второй селот для улучшений. То есть я к каждому скиллу смогу по 2 других скилла повесить в качестве улучшений. И больше пассивных селотов откроется, очевидно, потому что для них места есть. Но пока что я использую примерно такой сетап. Вот это вот на вторичку, как дальнобойный такой скилл. Потом это куда-нибудь там на 3 или на 4, это дэш. Ну, почему бы не вот эта вот хрень, которая заставляет врагов переходить на мою сторону в качестве четвертой обилки. Взрыв на первую. Разделение на переход на мою сторону, что она тремя стреляет вместо одной. И рикошет на вторую. И у меня не остается, чтобы поставить что-то на пассивку, но пофиг. В общем, у меня есть ограниченная память. То есть я могу ограниченное количество селотов этим всем занятием увидеть, что первая обилка занимает один селот, эта обилка занимает три селота, это два, это три, это два, это два, это четыре, это три. То есть, по сути, я могу только часть из них использовать. У меня всего 16 селотов. Также от того, что я их использую в разных видах, в разных селотах, они получают новую информацию. По сути, каждая из этих обилок, она привязана к какому-то персонажу в игре. И я могу почитать описание. То есть это вот описание Red, главной героини. Это ее основная как бы обилка. И изначально описание пустое. Если вы используете этот скилл в качестве основной атаки, оно появляется в первый кусочек. Если вы его привязываете к какому-то другому скиллу, появляется второй кусочек и так далее. И третий, если пассивку. И также здесь можно посмотреть, что оно все делает. То есть это Crash функция. Crash плюс Breach — это больше урона и больше дальность. Crash плюс Load — это AOE. Crash плюс Switch — это переманивает врагов на свою сторону, когда я в них попадаю и все тому подобное. И такая вот система скиллов, она достаточно интересная, и она довольно глубокая. И я хочу найти побольше. Получаете вы их либо по сюжету, либо при лево-лапе, потому что здесь есть прокачка. Но по сути все равно по сюжету, потому что прокачка фиксированная, потому что враги не респаунятся, они в ограниченных количествах в определенных местах появляются и все тому подобное. Также здесь есть, так же как это было и в Бастионе примерно, здесь есть такая фича, как ограничители. Это повышение сложности с помощью каких-то дополнительных вещей. То есть, например, вот это вот у меня сейчас активно. При уничтожении процесс иногда создает две клетки. Это, в общем, враги при уничтожении создают иногда клетку, которая воскрешает их через какое-то время, если ее не добить. В данном случае их по две будет иногда создаваться. Это такое увеличение сложности таким образом, но при этом это увеличивает мою экспу, получаемую на 2%. Потом вот это вот есть, что защищенные клетки, то есть их сложнее, их нужно атаковать перед тем, как их можно добить. Их нужно на самом деле не добить, а подобрать, чтобы они не среспаунились. То есть в этом случае их нужно будет сначала побить немножко, чтобы с них пропала защита, но это у меня выключено сейчас. Я могу включить и хобби и получать 4% экспы, но я не хочу. И также, когда вы с этим вот активным, с активными ограничителями, вы когда проходите куски локации, то вам дают инфу про врагов, что тоже достаточно неплохо. И, собственно, давайте пойдем и попытаемся найти врагов и что-нибудь с ними сделать. Что здесь есть из интересного, кроме обычного экшн-рпг? То есть Бастион был более-менее стандартный такой экшн-рпг с воротами-перекатами, атаками и прочим. Здесь у меня есть режим паузы вот такой, в котором я могу что-нибудь сделать. Я могу запланировать свой ход, и оно, по сути, в какой-то мере пошаговое, но на самом деле не особенное. То есть я сейчас поставил игру на паузу, и я могу, например, пройти сюда, ударить этого парня, потом выстрелить этим туда, и потом сделать, не знаю, там, дэш в ту сторону. И потом у меня еще остается энергия, и я могу добить вот эту вот хрень, например. После этого я жму пробел, и это все исполняется, и враги в это время ничего не делают. То есть интересная боевка. Вот это вот как раз было, это клетка, которая воскрешает врагов. Но потом, после того, как я это сделал, я где-то секунд пять не могу вообще ничего делать. Я могу двигаться, но я не могу атаковать. И это немножко напрягает. Вместо этого я могу, конечно же, без проблем просто бегать и бить все. И это тоже вариант. То есть я могу просто вот так вот все избивать. Но это немножко сложнее и немножко страшнее. И вот эти вот сорняки, которые торчат из земли, они лечат других врагов. И это не то, что я хочу здесь видеть. Зато я могу их переманить на свою сторону, и они будут меня лечить. Я могу и собачку переманить на свою сторону. И это более-менее эффективно работает. Я сейчас все переманил на свою сторону, и оно все друг к другу пытается дамажить. Забавно. То есть вот клетка, если ее не трогать, то она возродит врагов. И меня почти убили. Но на самом деле это не мой хилсбар, как бы. То есть система жизни здесь тоже интересно сделана. Когда у меня полностью тратится жизнь, я не проигрываю. Я вместо этого теряю один из своих скиллов. И я не смогу его использовать какое-то время. Какое-то время это... Как это сказать? Какое-то количество сейфпоинтов. В принципе нет, я не так это сделаю. При этом есть дополнительные бонусы. Например, если я атакую противника в спину, то я наношу ему больше урона. То есть если я вот так вот обойду, то я нанесу больше урона. То, что он пишет при планировании какой-то урон, который я нанесу, это не всегда тот урон, который я на самом деле нанесу. Потому что могут вещи измениться от моих ударов. Окей, и это его должно добить, если смотреть по этому всему. Но не факт, что это его добьет на самом деле. Но нет, это его все-таки добьет. И теперь я получаю какое-то количество экспоинтов. И у меня даже уровень будет. И при левой апе я могу взять себе еще одну какую-нибудь функцию. То есть в данном случае это здесь полностью ее описание. То есть если в активном салате она притягивает цель ко мне и наносит ей урон, я знаю я, потому что видел эту обилку, скажем так. И чем дальше цель, тем более она эффективна. Вторая, если я ее поставлю на улучшение, то она будет притягивать врагов, когда я по ним попадаю, ну, любой своей атакой. И если пассивкой поставлю, то она будет притягивать клетки с большей скоростью и с большей дистанции. Или пинг. Это кинетические заряды, вылетающие с большой скоростью по прямой траектории. То есть это, видимо, пулемет какой-то или что-то подобное. Уменьшение стоимости планирования хода и увеличение скорости атаки большинства функций. То есть если привешу на что-нибудь в качестве улучшения, то оно уменьшит стоимость этой обилки, когда я ее в пошаговом режиме использую. И увеличит скорость атаки, естественно. И в пассивке оно увеличит дистанцию передвижения во время хода. Я, пожалуй, возьму вот этот вот пулемет. Дальше. Разрешение это пассивная какая-то фича. То есть в данном случае оно мне даст плюс один салат улучшения. Я не могу здесь ничего выбрать. Возможно, потом я смогу что-нибудь выбрать на более высоких уровнях. А, я могу выбрать, куда его поставить. То есть это салат улучшения для одной из обилок. Ну, я могу переставить обилки в любой момент. Так что, наверное, к первой. Более правильно. И дальше я могу выбрать ограничитель. Клетки возрождаются в виде процесса значительно быстрее. Или пользователь теряет доступ к шести или более ячейкам памяти. Оу. Нет, неприятно. Они оба неприятно. Ну, я, естественно, могу их не включать. Но они разное количество экспо дают. Ну, я возьму вот эту вот инициативу. Так вот выглядит лево-лап. Что вы можете заметить? Это то, что кто-то комментирует все мои действия. Это оружие. Я бы не сказал, что это меч, потому что это не меч. Оружие главной героини, в общем. Оно является разумным в какой-то мере. Ну, не в какой-то мере, а по какой-то причине. Но я знаю, по какой-то, я не буду просто спойлерить, хотя это и самое начало игры. И, в общем, этот меч, который не меч комментирует все происходящее. И это довольно забавно. Также здесь попадаются всякие вот такие терминалы, которые можно прочитать и посмотреть, что в них там пишут. И можно обычно отправить комментарий, но он автоматом как-то пишется. И, в общем-то, это достаточно интересно сделано в том плане, что меч, который не меч, но, опять же, комментирует все происходящее. По сути, это в какой-то мере было так же в Бастионе, потому что в Бастионе был рассказчик, который все комментировал. Здесь это меч, и он... Как бы он более... Как это сказать? Более... Ну, как бы, рассказчик в Бастионе, он просто комментировал то, что происходит. Здесь меч, как бы, как-то влияет на это все и говорит с главной героиней, и, как бы, он более в сюжет вплетен, скажем так. Так же игра очень шикарно выглядит, по большей части. По большей части я говорю, потому что мне совершенно не нравится, как выглядит главная героиня, в плане ее модели и в плане анимации. Фоны офигенные, враги довольно офигенно выглядят. Главная героиня... Так себе. И анимирована измодельно. В целом, в плане графики, оно очень напоминает меня Shadowrun последний, который, Shadowrun Returns. В плане именно стиля. Ну и в плане того, что там тоже 2D задники такие и трехмерные персонажи. Ну, в общем-то... Куда-то мы сейчас поедем, и что-то будет. И, возможно, даже босс будет, судя по тому, что там произошло. Я... Начинаю тебя... Окей, посмотрим, еще один бой. И игра вся разделена на такие арены. То есть я сейчас не могу пойти назад, потому что тут бой начался. Поэтому мне нужно всех убить, и дальше я смогу пойти вперед, или я смогу пойти назад, если я захочу. Хотя назад обычно не дают пойти. Окей. Так. Удар в спину этой хренью. Удар этой хренью. И... Почему бы не сделать союзным что-нибудь там? Мне также не очень нравится, что я не могу переместить камеру вот здесь. То есть я не вижу, что у меня за экраном творится. Это немножко-немножко напрягает. В принципе, нет. Я не буду кидать туда свитч, потому что там... Ничего особенно страшного нет. Я лучше добью эту собачку. Попытаюсь добить эту собачку. Окей, это я ее не добила, потому что... Потому что вот эти вот дефенсовые хреновины, которые дают неуязвимость врагам. Блин, какие же они живучие. Ну ладно. В спину. Бридж. Еще один бридж. Должно добить. Добьет. Отлично. И дэш, чтобы собрать вот эту вот хреновину. И дальше я... Дальше тут ничего враждебного нет. Есть только сорняк, который лечит все вокруг. И есть две вот этих вот хреновины, которые защищают все вокруг. Помощники. Жизнь у меня полностью восстанавливается после боя. То есть, как только я все это добью... Я вылечусь. И это хорошо. Окей. Оно было... Черт, оно все еще в зоне действия второй хрени. Ладно, я думаю, можно перенести одну из них под мой контроль. Или я обе перевел случайно. Возможно, обе. Но вот таким вот способом я смогу ее добить все-таки. Окей. Еще клетки. И эту хрень уже добить не проблема. То есть, вот Ариана закончилась. Левел ап. Ну, он не левел ап, потому что он не хватает на левел ап. Но экспо я получаю, и я теперь могу идти дальше или идти назад. Возможно, мне туда пока что не нужно. Потому что, судя по тому, как камера отдаляется, там проход дальше. И я обнаружил, что ты живешь. Окей. Окей. Ага, это хреновина всего единичку жрет. Что мне можно вынуть? Вот это можно вынуть, наверное. И... И вот это можно вынуть. Сойдет. И попробовать этот пулемет. Что к нему можно... Что на него можно навесить? То есть, вот это тоже к какому-то персонажу привязано. На него можно навесить больше дистанции и скорость. По площади. Создает... Какое-то несколько снарядов. Ммм... Мультишот. Я хочу для начала посмотреть, как он работает. Да, подтвердить. Ну, относительно скорострельная такая хреновина. И если я... Повешу на него вот это вот. То она стреляет по три. Это... Я не думаю, что будет очень эффективно. Потому что она слабее при этом стреляет. Так что, наверное, я пока что просто оставлю мультишот без всего. Тогда мне нужно это вынуть. Возможно, я могу поставить это вот сюда и что-нибудь получить. Создание копии при получении урона для отвлечения ближайших целей. Или... Создание дружеской дефектной клетки при сборе. Клеток. Интересно. В общем, мне очень нравится вот эта система. Мне, в принципе, все очень нравится здесь пока что. То есть, мне нравится, как она выглядит. Мне нравится музыка. Музыка тоже офигенная. Она и в бассейне была офигенная, и здесь она тоже офигенная. И вот этот вот меч, который все комментирует, тоже довольно прикольный. И в целом... Мне довольно-таки нравится геймплей. Хотя, на мой взгляд, Бастион был немножко веселее в плане геймплей. То есть, мне, честно, больше нравилось то, что там. Но это просто немножко другая игра. То есть, как бы, оно мне нравилось просто потому, что мне оно больше нравилось. А не потому, что оно лучше. Или потому, что это хуже. То есть, мне кажется, это достаточно интересная и комплексная боевка. И мне очень нравится вот эта вот система с улучшениями. И, в общем, с тем, как вот эти вот скиллы работают. И, в принципе... Мне нравится сама игра. Она красивая, она звучит хорошо. Сюжет пока что не особенно понятен. Но довольно-таки интересный киберпанк такой. И... Боевка достаточно интересная. Хотя, опять же... Не совсем то, что... Ну, как бы... Не то, чтобы не совсем то, чего я хотел. Это просто не совсем то, что мне нравится, скажем так. Еще одна точка доступа. То есть, теперь я между двумя точками доступа прошел с этой обилкой. Я теперь должен иметь информацию новую об этом паре. Нет, видимо, нужно чуть побольше пройти. И побольше врагов, возможно, убить этой обилкой. Но потом у меня будет появляться информация. Также мне нравятся вот эти вот... Детали, когда можно к чему-нибудь подойти и послушать, что об этом меч скажет. Это довольно офигенно. Опять же, в Бастионе что-то подобное было, насколько я помню. Я давно играл в Бастион. Я очень подозреваю, что сейчас будет босс, так что, возможно, спойлеры. И поэтому я как-то не очень хочу идти вперед. Тут и так немножко спойлеры, потому что меч всякую фигню говорит. Ну да ладно. Ну, в принципе, я в основном свое мнение уже сказал. Мне нравится игра. Мне не нравится, как главная героиня смоделена и анимирована. То есть, в этом плане как-то она так себе. По сравнению со всем остальным, по крайней мере. То есть, я бы был не против такого качества модели и анимации просто так. Но по сравнению с тем, как все вокруг замоделено, то есть, по сравнению с бэкграундом, оно выглядит не очень хорошо. Но, кроме этого, у меня практически никаких претензий нет. Мультиплеера здесь, естественно, нет. Это чисто сингловая такая экшн-рпг. И играбельности тоже маловато. Ну, то есть, вы можете, конечно, использовать другие скиллы и все тому подобное. Возможно, здесь будет несколько концовок, возможно. Потому что в Бастионе, я помню, было две концовки разных. Но, опять же, об этом я и сказать ничего не могу, потому что я еще не прошел. Так что, по сути, если вы не хотите спойлеров, дальше можно, наверное, не смотреть. Купить игру можно в Стиме за 419 рублей просто саму игру. Или за 668 рублей игру плюс саундтрек. И можно саундтрек купить отдельно от игры. Ну, получается, суммарно столько же, если игру купить плюс саундтрек. Ну, и если вы не хотите спойлеров, то на этом, наверное, можно закончить смотреть. Но я хочу немножко еще пройти дальше и посмотреть, что будет на видео. Возможно, все-таки ничего не будет. А хотя вот, нет, если вы еще не ушли, то есть еще... Такие вот вещи. Это, конечно, не то, чтобы... А, нет. Да. Такие вот вещи. Это не то, чтобы... Особенно... Важное что-то, но здесь есть такие челленджи, с которыми можно что-то сделать. То есть, опять же, в Бастионе тоже были такие челленджи. То есть, здесь вот тест на скорость. Я пока что два их прошел. И в данном случае здесь вам дают какое-то заранее придуманное оружие. То есть, в данном случае вот эти вот шарики, которые можно взрывать. И вот этот вот как раз пулемет. Мне до этого давали оружие, которого у меня не было. То есть, мне давали вот этот вот магнетизм, который, как он называется... Гет. Который притягивает врагов и наносит им урон. И теперь, если я активирую вот эту хрень, здесь заспауньте враги. И нужно за 24 секунды с ними разобраться. Окей. А, да. Надо, наверное, сначала снести вот эту вот хрень. Так, окей. Все отменить. А? А, окей. Понятно. Это его убьет? Это его должно убить. Не, нифига это его не убьет. А, он защищает мой этот фаербул, который... Который я там создал. Забавно. Я делаю не то. Я делаю совершенно не то. И сейчас он еще и взродится, да. Я это все совсем не так делаю, как это надо делать. Да, тест не пройден. В общем, есть эти тесты. Здесь за них дают ничего полезного. Здесь за них дают дополнительную музыку, которую можно здесь послушать в этом вот... Вместе с тестами. Окей, попробуем сделать это так. Окей. Окей. Черт, мне нужно теперь эти шарики собирать. Потому что шарики тоже нужно собирать за это время. Да, я успел. Ура. То есть, в принципе, в этом плане это как какой-то пазл работает. Ну, экспо, конечно, за это тоже дают. Но теперь у меня доступны дополнительные композиции, которые я могу здесь же послушать. И... Я все-таки хочу посмотреть, что там будет дальше в плане основного сюжета. Сюжет, опять же, нелинейности никакой нет и ничего подобного. Так что... Так что реиграбельность сомнительна. Ага, враги. Нет, это не боссы, это просто враги. И это не очень приятные враги. Упс. Так. Бридж. Крэш пару раз. Нет, это так не сработает. Точно я помню этих врагов. Они телепортируются после попадания по ним. Ну, не телепортируются, а резко сваливают. Но это не позволяет их атаковать. Окей. Это тут пулемет, который я подобрал. Он очень неплохо работает, если не использовать паузы. Все остальное, оно все-таки больше как-то заточено на использование паузы, потому что оно все медленное. Ну, по крайней мере, все остальное, что у меня пока что есть. И так же меня сейчас, похоже, убьют. Но меня, опять же, не убьют, а просто снимут с меня одну из обивок. Окей. Иницированный экстренный ход. То есть, когда я должен умереть, если у меня доступен ход, то у меня ход активируется, чтобы я могу вернуться от этой атаки там еще и что-нибудь сделать. То есть, я могу сделать так. Я могу потом дэш туда и дэш туда. И там... Но я не могу туда выстрелить, потому что... Хотя я могу туда выстрелить вот этим вот, потому что, ну... рикошетит между целями и таким образом пробивает стены. Окей. Возможно, я все-таки смогу это все добить. Да, этого должно хватить и потом только разобраться с мелочью, которая заспаунится массово. Нет, этого не хватит, потому что не в спину, потому что она успела развернуться. Окей. Окей. Нет. Не окей. Вот так вот, окей. И туда один раз. Собирать. Это создает моих союзников, и они как-то с этим разберутся, я надеюсь. Ну, или помогут мне с этим разобраться, по крайней мере. Ну, хотя в любом случае, в меня попадают, и это активирует паузу. В общем... Пока что я ни разу не проигрывал. Я подозреваю, я проиграю, если меня все обилки забылочат, или, возможно, если мне больше одной обилки забылочат. Но пока что мне больше одной обилки не было чего. То есть я один раз... Я, точнее, не один раз, а два, по-моему, или три раза тратил полностью жизнь, и мне обилочил одну из обилок. Но, тем не менее, проиграть... Довольно сложно. Довольно сложно. Да, вот сейчас вот появится эта инфа отсюда. Потому что я пользовался этим скиллом какое-то время. Ну, видимо, про спойлеры я говорил зря, потому что... Ну, они, конечно, есть в виде меча, который и всякую фигню говорит, но босса здесь никакого нет, и я думаю, пора уже заканчивать. В общем, транзистор. Я уже сказал, что стоит он 419 рублей в стиме. 668 рублей с саундтреком. Саундтрек отдельно за 249 рублей. И, в общем-то, оно того стоит. И саундтрек тоже того стоит, потому что он достаточно офигенный. Но, опять же, вы всегда можете купить игру и потом купить саундтрек, если он вам понравится. Чего мне во многих играх не хватает, в которых есть опция купить игру с саундтреком, но нет опции купить саундтрек отдельно. Ну да ладно. Ну, в общем-то, на этом тогда всё. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok